Программа льготного автокредитования в Казахстане стартовала еще в прошлом году. Главная ее цель – повысить интерес населения к отечественным авто. В прошлом году на эти цели из нацфонда было выделено 15 миллиардов тенге. Сумма была разделена между банками второго уровня. Но сегодня 87% выделенных средств уже освоены. Результаты работы госпрограммы, отмечают специалисты, уже видны. За последние два месяца мы видим, что тенденция льготного аккредитования еще больше набирает обороты. Уже большее количество клиентов предпочитает казахстанской сборки именно по льготному аккредитованию. Могу сказать, что в нашем автосалоне большей популярностью пользуются автомобили «Джак» и «Пежо». В начале этого года из нацфонда на эти же цели было выделено еще 11 миллиардов тенге. Общая сумма транша таким образом составила 26 миллиардов. На сегодня Банк развития Казахстана уже подтвердил заявки физических лиц на соответствие условиям финансирования на общую сумму почти 17 миллиардов тенге. В свою очередь глава Фининститута Баладжамишев отмечает, что в условиях нестабильной экономической ситуации пришлось искать новые рычаги поддержки госпрограммы. Сейчас мы с банками, автопроизводителями обсуждаем, каким образом лучше, эффективнее использовать эти средства. Но в результате девальвации мы уже корректировали минимальную стоимость автомобилей, которые могут быть по программе приобретены. Сейчас автопроизводители предлагают вообще убрать ценовой порог, а установить порог по кассодержанию. Жамишев отметил, что подобные меры вынуждены. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, продажи автомобилей в Казахстане в январе 2016 года рухнули почти на 46%. Рынок официальных продаж по итогам января достиг нового минимума за последние 4,5 года. За минувший месяц в Казахстане было продано только 3492 новых автомобиля. Я Рахмечин, Андрей Геменок, РТН.